На 25 ноября выпали сразу два взаимоисключающих события, связанные с шоппингом. Это «Черная пятница» и «День отказа от покупок». И сегодня у нас в гостях человек, который в магазинах чувствует себя как рыба в воде, поверьте. Стилист, имиджмейкер, профессиональный шоппер Светлана Тарасова. Света, здравствуй, очень рада тебя видеть у нас в студии. Здравствуй, Ваня. Прежде чем мы продолжим нашу беседу, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, а потом вернемся и поговорим. Первая пятница после Дня Благодарения именуется в США, а с недавних пор и во всем мире «Черный». С нее начинается традиционный сезон предпраздничных распродаж. Еще в 19 веке люди в этот день сметали с полок магазинов практически все. Сегодня примерно та же картина. Заоблачные скидки приманивают толпы покупателей. По заявлениям специалистов, ежегодно в этой суете погибают около 10 человек. Альтернатива Black Friday – день отказа от покупок. Впервые общественные активисты призвали избежать массовой истерии в 1992-м. Канадский журналист Калел Ассен был убежден, что причина финансового кризиса – в культуре избыточного и бездумного потребления. Суть акции проста. В течение 24 часов нужно отказаться от любых трат. Света, посоветуй, пожалуйста, нашим телезрителям, да и мне, в принципе, день, на который выпала «Черная пятница» и день отказа от покупок. Все-таки есть два варианта у нас – остаться дома или сломя голову бежать просто по магазинам? Ну, прям насчет сломя голову отправляться в магазин. Но следует ли ждать, вот разверну вопрос, следует ли ждать таких конкретных глобальных скидок? Ну, почему нет в преддверии праздников новогодних, да, все в поисках идеального подарка. Сейчас есть замечательная возможность пройти по магазинам и присмотреть что-то для своих близких, почему нет. Если, тем более, скидки такие глобальные 50-70 процентов – это отличная возможность. А ты отправишься по магазинам? У меня, к сожалению, не будет в городе, я улетаю завтра, но вообще, да. Ты в другом городе, мне кажется, отправишься. Да, в этом городе нет магазинов. Ну, ясно, хорошо. Смотри, есть такое устоявшееся мнение, что женщины одежду, то есть денег на одежду вообще не жалеют. У нас, у мужчин, немножко по-другому. Мы иногда не понимаем, откуда такие траты. Есть такая категория мужчин, которые не понимают. Понятно, что есть те мужчины, которые вообще не задумываются. Пожалуйста, вот тебе золотая карта моя, трать сколько хочешь, я тебя люблю, зайка. Вот из твоих лично наблюдений так ли это? И вообще можно ли все-таки найти ту золотую середину, одеваться стильно и экономно? Да, конечно, можно. Я всегда говорю своим клиентам о том, что нужно формировать базовый гардероб. Когда он есть, докупать какие-то вещи в сезон, недорогостоящие, это могут быть вещи из масс-маркета. Или если клиент может позволить себе марки люкс, в принципе, не нужно обновлять гардероб полностью, и тогда это будет не так затратно. Что такое базовый гардероб, мне интересно? Базовый гардероб – это такие вещи, как фундамент, на которых можно сформировать любой образ. Такие, как брюки. Такой обязательный стандарт, что у нас было и джинсы, и брюки. Джинсы, опять же, определенного кроя, определенного цвета. Костюм двойка, сорочка белая. Это такие уже всем известные правила для гардероба, что мужского, что женского. Сколько стоят настоящие бренды? Настоящие бренды? Ну, бренды вообще всем известные, всемирно известный бренд. Zara, H&M, Mango – это тоже бренд. Только он для… Ну, я бы сказала, это масс-маркет. Доступные цены. Ну, то есть, понятно, не первая линия, как некоторые ее называют. Ну, не первая линия, это масс-маркет. Доступные цены. Для всех. А насколько пухлым должен быть кошелек, чтобы мой и базовый даже гардероб состоял только из таких ключевых мировых брендов? Просто если говорить о… Ну, прям брендах, если… Ну, здесь нет предела совершенства, вот так я скажу. Ну, костюм от хорошего бренда может стоить и 200, и 300 тысяч рублей. Поэтому к нему нужно купить аксессуары, обувь, сорочку, пальто и… Ты знаешь, у меня был случай, лет пять назад я подарил своей знакомой хорошей сумку, и на протяжении трех лет я понимаю, что она эту сумку вообще ни разу никуда не взяла. Сумка хорошая, как мне сказали в одном из престижных магазинов. Я потом ей встретил и спросил, почему ты эту сумку никуда… Не выгуливаешь. Она говорит, мне просто не с чем, то есть у меня еще нет… Я еще не подобрала к ней вот… Такое бывает, что ли, у женщин? То есть обязательно все должно дополнять, что-то может не идти и пролежать… Ну, если она какая-то не особенная, прям футуристическая какая-нибудь, или я не знаю… Ну, если она обычного простого дизайна, почему нет? Она… В общем, меня обманули просто. Ясно. Как отличить действительно брендовую вещь от подделки? Если говорить про люксовые марки, любой бренд можно посмотреть по штрих-коду. Вы можете прийти в магазин, посмотреть по штрих-коду, найти его на сайте, посмотреть состав, настоящую стоимость. То есть это все легко отследить. Ну и вообще, чтобы купить настоящий бренд, нужно приходить в мультибрендовый магазин и посмотреть, если… При желании попросить сертификат. Так, а штрих-код, а где его… То есть на каждой… На каждой вещи есть, конечно. Есть штрих-код и можно на этикетке посмотреть. А эту этикетку нельзя подделать, нет? Ну вы же можете отследить эту вещь. А, понятно. А реплику как отличить от подделки? Реплики в хороших магазинах не продают. Их продают в шоурумах, в подпольных магазинчиках. Сразу понятно. Как вообще относишься ты лично, мне интересно, к репликам? Ну по-честному. Да, реплика, реплики. Есть хорошая реплика, иногда можно миксовать, но на это люди по-разному реагируют. Ясно. Давай сейчас поговорим, сколько стоит нормальный повседневный костюм для девушки, для женщины. Вот именно берем наш хабаровский рынок, наши магазины, ты в этом ориентируешься, знаешь примерно. Если мы будем говорить про масс-маркет, то здесь можно уложиться в 10 тысяч рублей. Можно хорошо купить пиджак, жакет, брюки, либо юбку к нему подобрать. 10 тысяч вполне достаточно. Для мужчины, ну это может быть, наверное, 10-20. То есть дороже, да? Да. А в чем это связано? Потому что что? Обувь, лекала? Нет, именно мужчины, если брать. У нас магазины, если брать, хорошие магазины. У нас дефицит, да? Да, мужских магазинов не очень много, но и стоят они дороже, чуть дороже. Понятно. А если не масс-маркет? А, ну здесь опять же. Опять же, бесконечности, да? Часто ли к тебе обращаются за советом? Я знаю, что часто. Ну, часто обращаются. Потому что ты у нас скромная, не признаешься. О чем обычно спрашивают и обращаются, вот процент мужчин, сколько не боятся, приходят? Или все-таки это девушки? Честно говоря, да, это девушки. Мужчины, только мои знакомые друзья, мне скидывают в WhatsApp или звонят, спрашивают, где что купить. Потому что мужчины, ну, не совсем ориентируются, им некогда просто. Мы вообще потеряны, я тебе пинусь. Да, по магазинам. И некоторые приезжают с другого города, спрашивают, где здесь купить. Там, зная, что я знакома с ассортиментом. Вот только в таких случаях. А женщины, у них всегда один и тот же вопрос. Что надеть и где купить? Подготовка к Новому году. Что будет все-таки актуально? Расскажи, вот хотя бы намекни оттенки, краски, я не знаю, крой простой, непростой. Я думаю, что сейчас будут актуальны пайетки. Уже, хотя это не первый сезон. Яркие, красные цвета. А почему? Как ты думаешь? Мне просто интересно. А это такие тоже базовые вещи, которые всегда и в пир, и в мир, и в добрые люди. Проще, легче, да, как некоторые говорят? Да, если, например, это будет юбка в пайетках, ее можно миксовать в дальнейшем, в повседневной жизни, с обычным свитшотом и грубыми ботинками. Это будет актуально в повседневной жизни. Мне кажется, сейчас половина мужчин, телезрителей, юбка в пайетке, что происходит? Хотя девочки нас понимают. Да, вот потом, думаю, бархат будет актуален и красные цвета. Прежде чем продолжить, я предлагаю, Света, посмотреть небольшой сюжет «Кто такие шопперы?» Шоппер – это личный ассистент для покупок, настоящий профи. Как правило, с образованием дизайнера, стилиста или закройщика. Основная обязанность – сопровождать клиента и помогать с выбором одежды и аксессуаров. В последнее время в Западной Европе появился еще один вид шопперов. Они специализируются на выборе мебели и антиквариата. Особенной популярностью подобные услуги пользуются у жителей мегаполисов. Подобные ассистенты составляют одиноким покупателям хорошую компанию и помогают ориентироваться в мире моды. Стоит это удовольствие от 5 до 10% от суммы покупки. Но при условии, что каждый поход по магазинам могут себе позволить люди состоятельные. Сами понимаете, цифры в чеке нулями не обделены. Сколько стоит походить по магазинам шопперам? Это секрет или нет? Ну это не секрет, но у меня почасовая работа, я так скажу. Почасовая работа. Но действительно, нужна людям помощь. Понимаешь, некоторые тратят деньги определенные, существенные на саму одежду. И мне кажется, заплатить человеку, который в этом разбирается, это абсолютно нормально. Это, можно так сказать, сфера услуг. Так сколько? От 1000 рублей. От 1000 рублей. Час. Понятно. Правда, что ты знаешь вообще про все скидки в нашем городе, про акции, про новые привозы, завозы, даты, явки, пароли? Ну я на самом деле сотрудничаю с байерами магазинов Хабаровской, конечно, им выгодно, им не выгодно знать ассортимент, им выгодно мне сообщать о новых поступлениях, акциях. Приходя со своим клиентом, мой клиент всегда знает, что я получаю этот товар, вернее, приходя со мной, мы получаем этот товар со скидкой, в данном случае он экономит. Слушай, а вот как ты к этому пришла? Да, мне всегда было интересно, у нас же нет никакого-то магического Хогвартса или института шоперов, вот это что, у тебя появилось такое увлечение, и это переросло уже и начало приносить тебе постоянный доход? Изначально это было только хобби, и это распространялось на моих близких и подружках. Ну понятно, что подруги это в первую очередь, да? Да, я люблю ходить по магазинам, и я знаю, вот просто я хожу, я рассматриваю, смотрю фактуры, там что-то с чем-то комбинарное. И когда человек обладает такой информацией секретной, а людям некогда ходить по магазинам, а у меня это перешло в профессию. Потом, пока я сидела в декрете, прошла курсы дистанционные в московской школе Натальи Туркевич, и это был мой старт. Согласна ли ты с таким утверждением, встречают по одежке? Да. Вот. Актуально оно вот сегодня, и какая одежка должна быть, чтобы тебя встречали достойно? Ну, безусловно, встречают по одежке. Я, как человек, занимающийся работой в этой сфере, всегда смотрю на то, как человек одет, в силу, опять же, своей специальности. Я не смотрю на то, как красивое платье или некрасивое, я смотрю, насколько все это гармонично сочетается в целом образе. И, конечно, это очень важно, потому что все мы живем в социуме, опрятность, безусловно, первостепенно, мужчины и женщины, неважно. Одежда должна быть выглажена, опрятна, без различных каких-то катышек, вот это первостепенно. А уже насколько это все гармонично составлено, ну, не все понимают, как это делать. Главное, чтобы это все было... Особенно сейчас, если касается мужчин, то сейчас произошла смена поколений, и растут такие принцессы, которые уже смотрят на мужчину, в основном, я говорю, немножко по-другому, и обязательно они так, костюмчик хороший, пойду поговорю. Ну, на самом деле мужчина по другим качествам характеризуется. Ну, не могу за всех отвечать. Это я специально, это я сейчас проверял себя, молодец. Хорошо, стильно по-хабаровски, это как? У нас как такого стиля в Хабаровске нет. Вот почему-то некоторые боятся об этом говорить, стесняются, боятся, может, там, некоторых людей обидеть. Ничего, вот серьезно, как у нас вот, мы провинциалы, у нас все, люди плохо одеваются в Хабаровске? Нет, они одеваются неплохо, но просто у каждого свой стиль. Если говорить о стиле и о моде, вот модных людей мало, а стильных, может быть, больше, потому что каждый индивидуально свой стиль проявляет. А вот стильный и модный, в чем различие? А вот модный – это как раз такие именные бренды, когда ты весь в брендах. Если взять, например, стрит-стайл западных европейских показов, там люди модные, а у нас стильные. Да, ну вот у нас, потому что если все, у нас же было такое время, я помню, когда ты весь в брендах, и это как-то все старались поменьше, чтобы надпись была определенного формата. Ну, вообще, это мавитон, когда ты весь в лейблах, когда у тебя везде написано Армани, там, Луи Витон. Ну да, пол-шарк в круг, все, и носки тоже. Я вообще срезаю этикетки на всех вещах. Не то, чтобы я их не признаю, просто срезаю. Насколько мы далеки от моды? Есть девчонки, я вообще радуюсь. Когда я вижу, что девушки очень стильно одеты, мне это радует глаз. Есть хорошо одетые девушки, есть надо поработать. Слушай, а ты замечаешь, у нас тенденции какие? Больше Европа или Азия все-таки? Ну, в связи с тем, что у нас Китай рядом, у нас очень много реплик с Китая, и это все миксуется. Хотя реплики в основном с европейских брендов, поэтому у нас такая коллаборация. А как же корейские каталоги? Мы очень часто, многие, я знаю, летят в Сеул, чтобы просто закупиться там, одеться и вообще не заходить здесь. А все равно корейцы также отшивают по европейским тенденциям. И вообще, ну корейские, они корейцы отшивают. Просто качественно делают одежду, мне кажется. Делают, но она по ростовке не всем нашим девушкам подходит. Потому что они все маленькие, низкие. Да, поэтому. Хотя пару клиентов у меня есть, с которыми мы работаем прямо с бутиком корейским. Если, опять же, в завершении нашей беседы, брать альтернативу. В нашем городе, мне кажется, их две. Это магазины. Магазины, будем говорить, да, и мультибрендовые, и просто магазины. И рынок. Вот скажи, пожалуйста, всем, можно ли выглядеть стильно, но одеваться на рынке? Вот про конкретный рынок будем говорить. Я не знаю, выборская, что у нас еще есть, и так далее. У нас как-то было, я участвовала в шоу, и у нас была съемка, шопер на ТВ, у нас была съемка на рынке. Мы одевали девушек, нам дали час. Мы должны были их одеть в соответствии с правилами. Как можно лучше. Ну, вообще, да, я провела такой анализ на рынке. Есть вещи доступные, в принципе, отвечающие новым тенденциям. Такие классические вещи, которые можно купить на рынке, и даже никто не догадается. Вот согласна ты с тем, что еще важно, как человек подает одежду, как она ему подходит. Можно выглядеть просто, но это будет очень достаточно где-то и выразительно. Я вообще всегда говорю о том, что не одежда красит человека, а человек одежду. И это, безусловно, правда, потому что одно и то же платье на разных девушках может смотреться абсолютно по-разному. И не важно, что оно очень дорогое, хорошего бренда, оно может испортить. Вот когда девушка покупает себе платье, нужно смотреть на то, как на тебе сидит. Не важно, сколько оно стоит. Главное, чтобы костюмчик сидел. — Замечательные слова, замечательное заключение. Спасибо тебе большое, что ты нашла время и пришла к нам. Я думаю, что после этого эфира еще больше прибавится у тебя клиентов, хотя я знаю, что их очень много. Я думаю, что многие женщины обязательно возьмут себе на заметку, особенно перед Новым годом, какие-то советы от тебя. Поэтому большое тебе спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была стилист и миджмейкер, профессиональный шоппер Светлана Тарасова. Света, до свидания и удачи. — Спасибо, до свидания.